И так, здорово, дружище, ну это чё там, ну садись, пельмешек наложи, там вкусняшек, сметанки, укропчиком посыпь, майонезиком налей, чайку, кофейку, короче, я понимаю, что видео, скорее всего, будет долго, будем обсуждать обновление, которое вышло, вышло в этой помойке, нашей любимой игре, не суть, короче, захожу после обновы, поздравляем, мы получили основное понимание об игре. Пусть начнется ваше путешествие к славе, знаете, я уже играю 6 лет в эту игру, если не больше, и с каждым обновлением у меня понимания этой игры все меньше и меньше, ну допустим, оу, война началась с резни немертвого легиона, лол, чё? Когда Сайлент Хиллс вторглись в Империю Рассвета, но настоящим врагом оказалось, но настоящим врагом оказались аннигиляторы, которые не упустили свой шанс посеять хаос. Анигиляторы, анигиляторы, сука, что? Анигиляторы, блядь, анигиляторная пушка! Анигиляторы повсюду разбили свои лагеря, милорд, прикажите своим героям уничтожить их, затем зажгите огоньки порядка на их месте, чтобы анигиляторы не смогли вернуться. Какие анигиляторы, нахер, вы там чё курите, а? Анигиляторы, я не знаю, мне одному смешно или чё, пишите в комментариях, да и лайк там поставь, да, это, колокольчик прожми, там, подпишись. Империя Рассвета не смогла оправиться после боя, Валентина получила много просит по помощи, наш замок на территории Рассвета, пожалуйста, помогите Валентине, милорд. Вот, я немножечко в шоке, окей, забираем, забираем вот это вот всё, забираем, 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 подожди, анигиляторы, блядь, анигиляторы, вот реально, типа, как можно охарактеризовать это обновление? Анигиляторское, да? Давай ещё раз, а, видишь, всё, типа, ну чё тут надо сделать? Выполните три квеста, используйте заклинания в бою, и что я получу? О боже, невероятнейшая награда, всё, всё бросил и полетел выполнять, пошли в пень. Так, забираем Самоцвета, тут всё нормально, тут вот эта вот интересная штука, давай её, наверное, сразу и заберём, видите, как бы они выпустили обновление с, хотел сказать, с религией. Нет, короче, сами знаете, с чем они выпустили обновление, нужны повторки героев, и понимаете, да, что хер, ты получишь повторку. Ну, хотелось бы вообще каких-то новых наград сюда, а здесь, походу, просто они раздают разрушители имена Тавра. Ну, допустим, это вот уже, да, скольки Самоцветов, да, может, что-то там новенькое будет, а, 890 тысяч, миллион. А, слушай, они бесконечно, походу, раздают этих героев. Смотри-ка, смотри, слушай, может мне, может я узнаю, сколько у меня задоначено Самоцветов? А, ребят, как вы думаете, уже полтора ляма у меня, а, а, ну я всё забрал по максимуму, всё, ждём 4 года, чтобы они туда что-нибудь добавили. Всё, ребята, как бы всё, видео закончилось, можно, можно выходить, подожди, тут что, тут, ага, вот эти вот награды они давали, давай сразу посмотрим халяву, ага, тут, кстати, да, в принципе, неплохо, тут, наверное, так, набор необычный, ой, набор за один Самоцвет, ну, да, вот это, о чём мы и говорили, сука, прорыв, да, серьёзно. Отлично вообще, замечательно, так, давай, это мы берём, есть, забрали. Так, тут забрали, что тут ещё? У меня целых 758 Самоцветов, будет сегодня, наверное, невероятнейший роллинг. Вы посмотрите, здесь целых 250 Самоцветов, а здесь целых 540. А? Я богат? Я богат, дамы и господа? Ладно, смотри, новый герой Орфей, ну, окей, давай посмотрим, что у нас тут за герой, подожди сюда, вот, передвинул. Новый герой Орфей, ой, Орфей, окей, окей, Орфей. Наносит урон в размере 500% батарки двум героям противника, играет, играет Элигию Хаоса на одного вражеского юнита, в первую очередь выбирает героя в течение 5 секунд. Когда Элигия Хаоса в игре, подожди, играет Элигию, господи, когда Элигия Хаоса в игре, её цель взрывается каждые 0,5 секунд, каждый взрыв наносит урон в размере 5% от максимального здоровья своей цели, а также снимает 30% энергии по самой цели и вражеским юнитам вокруг неё. Удаун в 80 секунд этот герой получает на 50% меньше урона и не восприимчив к умолчанию и состоянию бедствия. Подожди, по 5% длится 5 секунд. Подожди-ка. Я что-то туплю, но походу это действие на 50% здоровья, типа, с ним нет. Типа, по-любому, то есть, грубо говоря, Орфей, как я понимаю, ему плевать. Ну, типа, 5 секунд, да, делим на 0,5 и того у нас 10 раз он отнимет по 5%. То есть, он за 5 секунд должен отнять 50%, потом кулдаун в 8 секунд и снова 50%. Ну, в принципе, как бы, ну, за 8 секунд там уже герои, вот, вражески отхилятся. Но опять же, опять же, ну, не знаю, это вот от одного героя он так долбить будет. Но, слушай, опять вопрос, а вот ограничение урона, это, как бы, ну, будет работать или нет? Вот там, к примеру, у героя ограничение урона там в 40 тысяч, да, там, или там, не знаю, в 15. А 5% от героя отняться, там, может, там, 500 тысяч, ну, не 500, ну, там, 300 тысяч он урона должен уносить, еще что-то, ну, как. Короче, много вопросов, интересно, будут ограничения работать или нет? Я надеюсь, что нет, но, все равно, конечно, вещь, вещь достаточно интересная. Защитник, так, герой Колос. Окей. Восстанавливает здоровье в размере полторы тысячи от атаки Колоса двум вражеским дружественным героям и создает щит вокруг своей цели, который длится 5 секунд, пока этот щит активен. Колос получает 50% урона, количество до учета эффектов уменьшения урона вместо героя, который находится под щитом. Когда Колос имеет менее 70% здоровья, он не может получать... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да у нас тут танк, хиллер. Он не может получать больше 50% урона за удары, получает иммунитет к оглушению и молчанию в состоянии бедствия. Ну, типа, он берет, защищает своих дружественных героев, урон берет на себя, но при этом по нему много урона пройти особо-то и не может, как бы, ну, окей, ладно. Да, я уже, как бы, сегодня не хочу бомбить, я отбомбился в прошлый раз, друзья, да, посмотрите там прошлое видео. Да вы это ни хера не посмотрите, потому что, как бы, кто первый выпустил обновление, видео про обновление, он того и тапки. Ой, так, дальше, новый талант, второе дыхание. Вот, ну, сейчас его посмотрим, вот это вот, конечно, интересно. Что-то мне там писали подписчики, еще когда на Тайване вышло обновление, типа, вот, талант, талант. Талант, талант, что же там с этим талантом? Облики, энциклопедия талантов. Ну, я сразу там на максимальный уровень. Когда уровень здоровья менее 40%, восстанавливает 10% от здоровья каждые 0,5 секунд. Наносит чистый урон в размере 100%. Атаки врагам в ближе Z, каждые 0,5 секунды получает неуязвимость в течение 2,5 секунд. Кулдаун 6,5 секунд. Слушай, ну, что-то он такой реально какой-то необычный. Нету этой херни, там, знаешь, стандартный, типа, вот, он на 50% меньше урона получает, бля, энергию добавляет. Восстанавливает 10% каждые 0,5 секунд. То есть, бля, ну, ты прикинь, ты такое поставишь на Фрею или, к примеру, на Динамо. Бля, надо, короче, на своего, надо вообще антихайп, блядь, на своего Динамо такое поставить. И вместе со священным судом, то есть, подожди, интересно, от священного суда, если чару поставить, будет увеличиваться отхил или нет? Ну, слушай, какой-то, ну, не то, чтобы имбовый талант, надо смотреть, как это в реале будет работать, но это очень жестко. Это очень жестко. Не, короче, блядь, надо, надо поставить на моего Динамо, то есть, сегодня на стриме надо будет снова это сидеть, короче, ролить. Вот, жду всех на стриме. Идем дальше. Новые облики. Насрать я на них хотел. Добавлены главные квесты. Что такое главные квесты? Это вот это вот, наверное, да? Глава 1. Пламя закона. Ну, окей, вот, выполни потом на стриме это. Посмотрим дальше, вот это, типа, главные квесты, допустим. Ну, как я понимаю. Увеличены награды за покупки вождь Минотавров, разрушитель Макдуха. Окей, подземелье. Добавлены функции перемотки боя. Бог, как это все выглядит, странно. Пустынные руины, подземелье. Ну, не знаю, ну, допустим. А раньше не было, я просто уже и не помню. Ой, давай. Не, ну тут у меня герои сейчас отсосут сразу. А, ну, наверное. Ну, кстати, да, за это, конечно, спасибо. Могли бы это, правда, сделать года 3 назад. Было бы замечательно. Ну, окей, допустим. Ой, допустим. Взять, сыновей, мы безмарно, ну, как бы, мы живы еще. Да, и... Хотя... Ладно, хер с ним. Ну, это прикольно, правда, как бы уже, я не знаю, для кого это. Дальше. Подземелье. Так, максимальный уровень прорыва увеличен на 5. Ну, это мы уже обсуждали. То есть... Окей. Прорыв. Ну, типа, у меня камней и пламени нет. Я думаю, тут хотя бы что-то я смогу сделать. Ну, ладно, не суть. Ладно, не суть. Так. Ну, мне срать и срать до этого 35-го прорыва. Дальше. Тем более нету этих красных камней. Вообще такое. Далее. Читаю, даже теряюсь. Улучшена визуальная часть функций главного интерфейса. Ну, как я понимаю, это вот эта вот залупа. Что здесь палантин делает? Ну, ладно, окей. Прямо мы без этого жить не могли. Различные улучшения событий. Что ж у нас тут за улучшенные события-то такие, а? Дай посмотрю. Что-то я тут, не знаю, не вижу. Это супер улучшение. Ну, и где, где, где эти? Где же? Где же эти невероятные улучшения, друзья, а? Может, вы заметили? Я вот что-то заметить не могу, короче. Не, ну, может, они какие-то, не знаю, акции поменяют. Хотелось бы в это верить. Изменено обучение. Ой, да идите вы со своим обучением срать. У меня очки хреновы. Спрятаны пункты доступа к некоторым нереализованным фичам. Окей, ну, хоть бы тогда написали бы, каким именно. Части обликов больше не будут занимать слоты склада. Вот это вот прикольно. У меня тут освободились места, хотя они, в принципе, и так были. Ну, ясно, здесь уже не будет скинов. Ясно, понятно. Изменено время возрождения героев низкого уровня. Да, вообще насрать. Улучшен подбор соперников лабиринта. О, боже! Неужели они исправили лабиринт? А, ну, вот сейчас нельзя, да? То есть, может быть, его теперь, как бы, можно и пройти, потому что, как бы, кобздец был. Ну, посмотрим, что-то поменялось или нет. Напомните мне там где-нибудь. Напишите, что... О, лабиринт открылся. Давай. Давай, заходи. Что-то я здесь получил. Ясно. Дальше. Изменена последовательность разблокировки некоторых зданий. Да, господи. Всем насрать. Количество слотов в алтаре. Ясно. С алтарем тоже идите нахер. Исправление. Исправлена проблема, при которой игрока на складе переносило в начало. Воу. Это удобно. Окей. Исправлена ошибка в описании уровней прорыва. Ой, идите нахер. Исправлена ошибка в описании события на... Идите нахер. Герои. Исправлены ошибки навыка у Динамо и Фрости, позволяющие им наносить чистый урон героям, которые должны были войти в состояние иллюзорности. Еще раз. Позволяющим им наносить чистый урон героям, которые должны были войти в состояние... А, типа, через иллюзорность теперь не будет долбить. Угольная армия. Исправлена проблема синхронизации данных. Сервер-клиент. Кто когда последний раз в угольную армию ходил? Мировой кризис. Поправлены ответы на загадки импа. Ой, блядь. Пиздец. Заживем. Исправлена ошибка отображения в информации о зданиях, которые могли происходить во время открытой схватки с боссом. Ощиплевать. На арсилера войны исправлена ошибка отображения ресурсов, которая могла происходить при улучшении цитадели гильдии. Вообще пофиг. Исправлена ошибка, из-за которой иногда не появлялся текст в зале славы. Вообще они о какой игре говорят? Исправлен текст в подзаголовках атрибута. Исправлена ошибка системного сообщения, которое иногда происходило при нажатии кнопки показать. Ой, ёб твою. Как же это всё тупо, а? О, мадамбо. Как же это, ребята, тупо всё. В конечном итоге, что я могу сказать? Обновление говно, добавили 35-й прорыв. Ебанулись наглухо, конченые дегенераты. Вот, просто других слов у меня нету по поводу тех людей, кто принимает решение и разрабатывает данную игру. Надеюсь, это исправление и прочее. Мне плевать вообще, блядь. Сделайте, сука, её играбельной. Кто досмотрел до конца, огромнейшее спасибо. Надеюсь, вы успели покушать. Всем пожелаю огромнейшей удачи. Не забудьте поставить лайк, подписаться и, главное, колокольчики, друзья. Чао.